Овощи без нитратов. Такая акция стартовала в Казахстане с середины июля. В Петропавловске проверить плодовощную продукцию на наличие опасных химических добавок можно на нескольких рынках. Три дня в неделю в торговых павильонах работает лаборатория Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы области. Наша съемочная группа узнала, можно ли уже есть арбузы и дыни. Персики, груши, яблоки, виноград. На прилавках фрукты выглядят аппетитно. Но вот какую опасность могут таить за красивым внешним видом, можно узнать только в специальной лаборатории. Это касается и главных летних лакомств – арбузов и дынь. Шанс бесплатно проверить плодовощную продукцию на наличие нитратов теперь есть у каждого. На рынках Петропавловска работают специалисты Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы. Акция «Овощи без нитратов» проходит во всей стране. Инициировал ее Республиканский комитет по защите прав потребителей. 16% всех лабораторных исследований в этом году выявили высокий уровень нитратов плодовощной продукции. Об их опасности Нина Шестопалова знает, поэтому принесла сегодня в лабораторию на проверку свои покупки. Эта акция нам позволяет узнать о количестве нитратов, которые находятся в овощах, фруктах. Я думаю, что обязательно нужно принимать участие не только в акции, а интересоваться, даже приобрести такой прибор, с помощью которого мы можем определить содержание нитратов. Купленные помидоры оказались безопасными. Выездная лаборатория работает с 9 утра. К полудню около 20 человек уже проверили овощи и фрукты. Результаты всех проб в норме. А вот на прошлой неделе анализ выявил высокое содержание нитратов в нескольких пробах. За период 17, 18, 19 августа, акция проводилась на четырех рынках, было исследовано 237 проб плодовощной продукции. В двух пробах было обнаружено превышение концентрации нитратов. Вот эти две пробы были выявлены на рынке коммунальном. Там дыня колхозница и редиска с дачного собственного участка. Выездная лаборатория работает каждую пятницу в субботу-воскресенье с 9 утра до часа дня. Ксения Гуценко, Владимир Боровков. Новости МТРК.